Всем привет, друзья! У нас вышла новая модификация под названием Плохая Компания 2 – Масон. Это продолжение таких модов как Связной и первая часть Плохой Компании. Вообще Связной и Плохая Компания 1 я уже проходил на канале, ссылки на эти прохождения я оставлю в описании, но возможно после прохождения второй части мы все-таки данные моды перепройдем. Но сейчас я хочу сделать достаточно объемное вступление для того, чтобы мы лучше понимали всю историю и все происходящее. Значит, хочу сказать, что в скачанном мною архиве были следующие файлы. Тут достаточно много всего. Во-первых, сама модификация Плохая Компания 2, также аддоны к ней – это графический и оружейный аддон, их я установил. Кроме того, здесь находится ремастер первой части Плохой Компании. Этот ремастер, я думаю, мы потом пройдем, чтобы освежить память. Также здесь мы видим следующие файлы. Ну, во-первых, постер Плохая Компания 2, масон. Также тут имеется путеводитель или гайд. Это одно и то же, только гайд на английском, путеводитель на русском. Но давайте начнем с истории масона. Здесь мы можем лучше понять, какие события происходили до модификации Плохая Компания 2. Значит, все началось в моде «звездной». Мы с Крамером получили заказ внедриться к диггерам. По нашим данным, они вели научную работу в зоне. Было решено, что я проникну в их отряд и соберу необходимые данные. Самый лучший способ реализовать задуманное – стать другим человеком. Мы убили сталкера, работавшего на диггеров. И я стал им, масоном. И эта смерть стала началом моих злоключений. Призрак умершего сталкера нашел меня и потребовал ответ. А что я мог сказать? Да, это был я. Я убийца. За смерть невидного придется ответить. Ты выполнишь кое-какую работу для меня. Призрак не оставил мне выбора. Я жив по его милости. И теперь должен ему за это. Он хочет, чтобы я отправился в центр зоны. Дальше у нас уже начинается модификация Плохая Компания, часть первая. С отрядом Грифа я прибыл в Припять. Мертвый город встретил нас очередным кровопролитием. Здесь нам требовалось проникнуть в одну секретную лабораторию, чтобы получить зацепку для дальнейшего продвижения к центру зоны. Только прежде я угодил в лапы Сербина, чокнутого фанатика, который решил использовать меня в своих целях, не оставив мне выбора. Но появился сталкер Шалы, знавший, как со всем покончить. Метод прост и эффективен – убить всех. Как глупо ты попался. Обратному пути нет, масон. Ты или работаешь на нас, или я убью тебя и всех, кого ты знаешь. Выход есть всегда. Покончим с ними. Ничто не должно связывать нас с прошлым. Что ж, вот такие вот события происходили в моде Связной и Плохая Компания, часть первая. Дальше мы можем открыть файл Путеводитель и здесь узнать уже больше непосредственно о второй части модификации под названием «Масон». Во-первых, нас тут предупреждают о том, что в моде могут присутствовать сцены, которые представляют для некоторых людей потенциальную опасность, так как просмотр изображения определенного цвета или мигающая картинка могут вызвать приступ эпилепсии. Поэтому, если у вас или у кого-то из вашей семьи есть предрасположенность к подобной реакции, рекомендуем проконсультироваться у врача, прежде чем приступать к игре или же смотреть данное прохождение. Дальше идет содержание. Давайте прочитаем вот эту вводную. Я, Михаил Зарубин, представляю сюжетно-глобальный проект «Плохая Компания 2. Масон» на платформе Stalker's of Pripyat в версии 1.6.0.2. Данный мод завершает трилогию приключений сталкера по прозвищу «Масон», прямо продолжая моды Связной и «Плохая Компания», часть первая. После событий в Припяти, «Масон» бежит без оглядки подальше от мертвого города. И вот начинается история. «Кордон», деревня новичков, подвал. «Масон», напротив него очередной собутыльник, сталкер по прозвищу «Гвоздь», в который раз поведал историю своей жизни. Благо, слушатель понимающий, а спиртяжка не дает погаснуть ностальгическому костру. После третьей распитой бутылки герой уносит в чудесный мир, где явь не отличить ото сна. Его поглотило то ли собственное воспаленное сознание, то ли зона нашла лазейку в его разум. В общем, ему почудилось, что прошлое, так часто импоминаемое, настигло его в образе призрака давно минувших дней. Полупрозрачная фигура, однако, не мстить вернулась, а лишь напомнить, что «Масон» должен исполнить предназначение и помочь своим друзьям, которые затерялись где-то глубоко в зоне. «Масон» боится и прогоняет духа, но мысль об искуплении грехов прочно засела в его мозгу, и станет ли герой другим, теперь зависит только от вас». Вот такие вот дела. Дальше тут идет описание установки, запуск игры, системные требования, особенности сюжета. Можем просчитать. «Уникальность подачи истории заключается в огромной вариативности при ее трактовке. Игрок волен сам выбирать, по какому пути ему двигаться. Он ничем не ограничен, кроме, разумеется, бесконечных ловушек и испытаний, которые подготовила для него зона». Да, отличительная особенность этого проекта – это огромнейшая вариативность, и, как писал разработчик еще до релиза, эту модификацию можно пройти трижды, не повторяясь, что, конечно, поражает и интригует, уже не терпится в это все поиграть, но продолжим пока читать. «Сценарий писался с учетом любого действия или бездействия игрока, что позволило добиться практического отсутствия единообразия в прохождении. Совершая то или иное действие игрок должен осознавать, что каждый его поступок будет иметь последствия в будущем, а потому необходимо с умом подходить к решению задач, которые возникают перед ним. Можно просто следовать указаниям игры и довериться естественному развитию сюжета, а можно попытаться отыскать иной путь и увидеть обратную сторону представляемых событий. Не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Игроку предстоит совершить большое путешествие по зоне. Каждая локация встретит его по-своему и подкинет целый клубок проблем, которые ему предстоит распутать. И чем ближе к центру он будет подбираться, тем сложнее и запутаннее будут эти дела, особенно когда вокруг нет ни одного человека, а лишь монстры и мистическая сила, преследующая одиноких путников. Но, несмотря ни на что, всегда есть место тому, ради чего сталкеры каждый день совершают вылазки, возможность сорвать куш, отыскать клондайк артефактов или, быть может, даже загадать желание у монолита. Игрок не будет лишен возможности обрести славу и богатство. Существует множество путей, чтобы подняться из грязи и стать влиятельным сталкером, стать профессиональным убийцей, начать свой бизнес или чей-нибудь отжать, примкнуть к какой-нибудь группировке или наняться к ученым, или наплевать на все и вся и быть одиночкой, чтобы отыскать путь к самому центру зоны. Свободу игроку. Таков девиз модификации. Да, интересно. Дальше идут создатели мода, тестеры, кто чем занимался, актеры озвучки и послесловие. Вашей настойчивости можно позавидовать, не каждый дойдет до этой страницы и тем более вообще откроет этот документ. Следующий текст – некое послесловие, место, где я могу сказать то, что хочу на самом деле. Большинству будет все равно, но для меня это важно. Мне хочется, чтобы вы погрузились в ту атмосферу, в которой я нахожусь в момент написания этого текста. За окном уже темно. Сегодня весь день шел снег, который все время пытался растаять и не мог, отчего было холодно и грязно. Дома же сейчас тепло и приятно. Я сижу за столом, напротив меня ноутбук и открытый документ. В наушниках играет приятная музыка. Итак, с чего начать? Я смертельно устал, нет сил что-либо делать, опускаются руки. И все же я делаю. И сам не понимаю, для кого и для чего. Наверное, для себя самого. Все чаще замечаю, что погружаюсь в мысли и буквально теряюсь в пространстве. Похожее чувство возникает во сне. А не сплю ли я сейчас? Нет, тело мое отзывается болью, значит не сплю. Образ жизни, которым я живу, убивает меня. Я чувствую это, но ничего поделать не могу. Верите ли, что можно повязнуть так крепко, что не двинуться с места? Это не мой выбор. Я стал заложником чужих слабостей и порочных желаний. По сути, я отвечаю за грехи, которые не совершал. Незавидная участь. И главное, я понять не могу, за что. Видимо, в прошлой жизни я был очень плохим человеком. Не могу сказать, что за всю свою жизнь я был хоть раз близок к состоянию счастья. А вот то, что был и есть несчастен – факт. Что же, зная мое эмоциональное состояние, приступайте к игре. Там вы увидите меня. Что ж, видно, что разработчик с некоторыми переживаниями создавал эту модификацию. Ну, давайте посмотрим на его творение. Начинаем новую игру. Поехали. Многие стремились попасть в центр зоны. Нам дорога была известна. И, случайно ли, на нас вышли наемники. Они предложили сделку. Тайная тропа в Припять в обмен на информацию о лабораториях. Лишь позже я выяснил, что это Крамер их послал. Когда-то мы с Крамером работали вместе. Да, я бывший наемник. Но мы с ним разошлись. Он всегда был одержим поиском священного Граля в зоне. Что, в конечном итоге, и погубило его. В Припяти он напомнил о моем прошлом. И мне предстояло сделать выбор. Придать своего товарища Грифа или обманывать его. Я выбрал второе. Но в мою игру вмешался кто-то другой. Гораздо опаснее Крамера. Один из управленцев группировки Монолит. Сербин. И в этот момент появился Борода. Меценат. Который и спонсировал наше путешествие. В Припяти у него был свой интерес. Он был одержим. Шалл это видел. Поэтому и предложил мне покончить с ним. Сначала я посчитал эту идею безумной. Однако... Аппетиты Бороды росли как на дрожжах. И своими действиями он привлек внимание Сербина. И тогда я решился. Был шанс покончить как с прошлым, так и с настоящим. Я согласился на авантюру Шаллова. Мы убили Бороду и отправились на Скадовск. К бандиту Султану. С которым и захватили сталкерский лагерь. Но Шаллова спятил. Он убил Султана. Ему всюду меречились предатели. Чтобы остаться в живых, мне вновь пришлось бежать. С тех пор как я оставил Припять, о судьбе Грифа мне ничего не известно. Знаю лишь, что он отправился в центр зоны. Я предал Грифа и потерял все. Только имя у меня осталось. Масон. И то оно даже не мое. Два месяца спустя после событий в Припяти. Кордон. Невероятная история. А ты не врешь, масон? Клянусь, так оно и было. За это надо выпить. Будем. Ух, ядреная водяра. Масон, а какого черта ты в наемники подался? Не знаю. Все как-то со мной случилось. Пошел в армию по контракту. Служил в спецвойсках. Потом Афганистан. Война. Просто работа. Но грех открыл мне глаза. Все мы грешны. Выпьем же. Хорошо пошла. Грех сказал, что достаточно бить одного человека, чтобы спасти тысячи. Вернушись на гражданку, Грех свел меня с Крамером. А тот уже познакомил зона. Да. Работа есть работа. Золотые слова. Выпьем. А я хотел выйти из игры. И что теперь со мной стало? Выпей. Полегчает. Придай. Придай. Смирь. Выпьем. Выпьем. Так, ну и вот тот самый призрак. Вот мы снова и встретились, масон. Что тебе опять нужно? Ведь я принес тебе нечто. Оставь меня в покое. За смерть невинного? Не я убил тебя. Это был Крамер. Хватит. Отпусти меня. Не могу. Без тебя они не справятся. Кто? А, да. Гриф. Дикобраз. Значит, живы еще. Живы. И все еще ищут то, что должны мне. Но я тебе ничего не должен. Так, и перед нами сидит Майрон. Майрон это персонаж из первой части плохой компании. Я уже плохо помню его роль в сюжете, но помню, что мы встречали его именно в первой части. Вот теперь встретили и здесь. Ну, наконец-то. Здравствуй, масон. Вот и все. Пришла Белочка. Сгинь, черт. Вот так новость. Это же я, Майрон. Ты помнишь меня? Хм. И вправду ты. Чего тебе? За тобой пришел? И, видимо, вовремя подоспел? Что верно, то верно. На водку дай. А похмелиться нечем. А то местные мне в долг больше не дают. Да, как ты опустился. На самое дно упал. Бла-бла-бла. Нет во мне ничего святого. Они. Они со мной это сделали. А ты вовсе и не сопротивлялся. Что с тобой, масон? Забыл, кем был когда-то? Дураком был. Ты был смелым сталкером, который шел только вперед. Я не знаю, что ты искал, но видел, с каким упорством ты добивался своего. Ни Монолит, ни Сербин, ничто не могло тебя остановить. Ведь тебя всегда могли прикрыть твои верные товарищи. Но почему же ты сейчас про них забыл? Ты не знаешь и половины правды. Я каждый день о них вспоминаю. Каждый день я корю себя за то, что ушел тогда. Я просто устал. Прошлое не вернусь. Но будущее подбластно нам. Гриф жив, и ему нужна твоя помощь. Ты еще можешь исправить ошибки прошлого. Собирайся в путь, мы отправимся вглубь зоны. Я не уверен. Это решено. Встретимся в баре Сторрентген. Если меня не будет на месте, значит я иду другой тропой, либо задерживаюсь. В любом случае, бери инициативу в свои руки и не жди меня. И да, это кажется твое. У одного местного отобрал, когда тот хотел мне его продать. Так, получаем КПК. Ну, хорошо, ты прав. Еще увидимся. Ага, новое задание. Найти грифа. Ошибки прошлого. Михаил Зарубин, Плохая компания 2 Масон. Посвящается Антону Ганину. Приветствую. Я Михаил Зарубин. Представляю сюжетную модификацию Плохая компания 2 Масон. Для игры Сталкерзо в Припяти версии 1.6.0.2. Данный мод завершает трилогию приключений Сталкера по прозвищу Масон. Прямо продолжаем моды Связной и Плохая компания. Еще больше приключений, тайн и мистики. Вы начнете с самого начала. Все Сталкеры начинают отсюда. Итак, добро пожаловать. Теперь я хочу рассказать о некоторых особенностях модификации. Во-первых, сейчас вы используете личный мини-КПК Масона. С помощью него вы можете быстро перемещаться по локации. С учетом, что были открыты уникальные точки перемещения. Получать и сохранять подсказки игры. Читать личные заметки Масона, чтобы всегда быть в курсе того, что происходит на данный момент. Прокачивать уникальные навыки, которые, несомненно, будут вам полезны. А еще вы можете подключиться к Сталкерской сети. Но об этом позже. Во-вторых, вы попадете в мой маленький мирок, где все крутится и вертится, кажется само собой. Но это не так. Только от вас зависит, как будут развиваться последующие события. Поэтому не бойтесь экспериментировать. Ищите нестандартные пути прохождения. И вы будете приятно удивлены. В остальном, полагайтесь на подсказки. Игра всегда направит вас и определит, что можно сделать наверняка в той или иной ситуации. Свободу игроку. Таков девиз модификации. Все в ваших руках. Ну вот, опять-таки, нам говорят, что здесь будет большая вариативность. Ну, посмотрим на это. Наконец-то, в-третьих, история масона была придумана мной. Я написал сценарий и реализовал данный сюжет в игру. Но все же в одиночку я бы не справился. Этих людей я хочу выделить отдельно. Так, ну, значит, Дмитрий Золотарев, Арфаэль Саакян и другие люди, которые помогли в создании данного мода. Я благодарю всех, кто так или иначе помогал мне в создании модификации. Спасибо вам. И еще кое-что. Предупреждаю, я не несу ответственность за любые правки модификации плохая компания 2 Масон, не согласованные лично со мной, а потому не решаю проблемы, возникшие при самовольном изменении мода. Внимание! Если данная версия модификации есть репак, то есть мод уже совмещен с игрой, то вы наткнулись на подделку, причем очень плохого качества, возможно, вылиты из игры. Дисклеймер. Все события, представленные в моде, фантастичны. Ничего общего с реальной действительностью они не имеют. Поступки и мотивы персонажей обусловлены исключительно необходимостью создать единый, цельный сюжет. Имена, герои, названия, рисунки, логотипы, события, происшествия и прочее являются результатами творческой деятельности всего человечества в целом и отдельных личностей в частности, которые были бережно собраны мной и использованы в данной работе без притязаний на единоличное авторство. Я лишь интерпретирую весь свой накопленный опыт в форме игры. Ну что ж, теперь можем начинать. Так, задание сборы. Подготовиться к походу. Подготовиться к походу. На мне старая кожанка, а в кобуре ржавый ПМ. Нет, с таким снаряжением мне не выбраться, даже с кордона. А ведь нужны еще карты безопасных троп. В округе только один человек может обеспечить меня всем необходимым. Сидорович. К нему первому нужно обратиться. Ага. Так, ладно, хорошо. Значит, Сидорович. Ну, сейчас к нему пойдем. Но перед этим я бы изучил карту, посмотрел, какие тут есть локации. Значит, во-первых, видим здесь кордон. Дальше, похоже, темная долина. Потом завод Росток, куда мы держим путь. Дикая территория. Янтарь. И Рыжий лес. Ну, вроде как локаций не очень-то и много, но, как я понимаю, здесь будет достаточно много квестов на этих территориях. Ну и плюс еще, возможно, здесь будут какие-то подземные уровни. Что ж, давайте начинать. Значит, отправимся к Сидоровичу. А, ну можем еще глянуть, что у нас вообще с собой есть. Значит, потрепанный кожаный плащ. ПМ. Две банки орехов. Аптечка, два бинта, патроны. Ну и сам КПК масона. Ага. Так, ух ты. Тут еще тоже изучать и изучать всего. Плохая компания два масон. Майрон, сколько времени прошло после событий в Припяти? Не помню. Я бежал без оглядки, но призрак не оставил меня в покое. Неужели я и вправду должен? Я опустился на самое дно, глотаю водку, будто она может что-то изменить. Прошлое не вернуть, предательство не искупить. Майрон, как вовремя он появился. Он прав, я должен попытаться искупить свою вину. Но какой ценой? Я отправляюсь вглубь зоны, найду грифа и завершу дело, которое когда-то вместе с ним начал. Пусть даже и ценой собственной жизни. Угу. Так, тут заметки. 37 их всего. Но пока что у нас нет ни одной. Перемещение. Гордон. Ага, ну тоже точки мы никакие не знаем. Легенда зоны. Тут будут появляться легенды всякие, навыки также тут есть. В этом разделе вы можете прокачать уникальные способности персонажа. Чтобы узнать подробнее о каждом навыке, нажмите на кнопку с соответствующим названием. Если вы хотите прокачать какой-либо навык, вам в первую очередь необходимо иметь так называемый пункт достижения, который будет дан в награду при получении, конечно же, самого достижения. А далее проплюсуйте нужную способность. Только непосредственное участие в жизни зоны позволит вам получить соответствующие регалии. Ага. Но пока что у нас пунктов никаких нет. А что тут вообще за навыки? Дипломат. Навык дипломат расширяет возможности общения с другими сталкерами, что позволит вам получить наивысшую выгоду от сложившейся ситуации. Уровни навыка. Первый уровень. Вы получите альтернативу, выгодную для игрока. Такой ответ окрашен зеленым. Второй уровень. Появится способность убеждения. Такой ответ окрашен желтым. Третий уровень. Станет возможным избежать вооруженный конфликт. Такой ответ окрашен красным. Хм. Торговец. Навык торговец активирует систему индивидуальных скидок у торговцев. Предупреждение. Данная система скидок не распространяется на бродячих торговцев. Уровни навыка. 5 всего. 10, 20, 30, 40, 50 процентов. Так, смечены. Вы отмечены самой зоной и получили в дар от нее способность к самоиспространению. В критической ситуации, когда здоровье менее 15 процентов. Уровни навыка. Первый уровень. Здоровье восстанавливается на 20 процентов. Второй на 40, третий на 60, четвертый. Радиация полностью будет выведена из организма. И пятый уровень. Здоровье восстанавливается на 100 процентов. Здорово. И еще один навык взломщик. Красть, обманывать, угрожать. Сколько времени на это тратится. И все для того, чтобы открыть какой-то ящик, в котором и куш может быть совершенно ничтожным. А ведь можно, используя обычную шпильку, взломать замок прямо сейчас. Уровни навыка. Первый уровень. Начальный уровень взлома. Второй уровень. Вероятность осечки снизится на 25 процентов. Третий уровень. Вероятность осечки снизится на 50 процентов. Круто. Так, ладно, будем все это изучать. Также имеется тут раздел подсказки. Подсказка 1. Сталкеры любят болтать, поэтому с радостью расскажут вам обо всем, что происходит в зоне на данный момент. Данное руководство признано раскрыть как можно больше деталей, касаемых историй масоны, а также некоторых персонажей и событий из двух предыдущих частей, связной и плохая компания, часть первая, которая ныне дополняют и составляют вместе с этой частью единую трилогию. Подробнее рассказать обо всем сразу я вынужден потому, что многие игроки попросту не читают диалоги или невдумчиво вчитываются, и не способны выстроить логическую цепочку, которая прослеживается достаточно четко при внимательном прохождении. Не в обиду сказать, но так оно и есть. И для тех игроков, которые вовсе не играли в предыдущей части, чтобы хоть как-то ввести в курс дела, и не было ситуации, когда игрок не понимает, откуда нас знают некоторые персонажи, и почему они постоянно что-то вспоминают, а мы с этим соглашаемся. Это все со второго по девятнадцатые пункты. Остальное уже игровые подсказки. Серьезно? Ё-моё. Так, ну я мог бы, конечно, это не читать. Могли бы вы на паузе все это просмотреть. Но дело в том, что я сам не помню все истории. Поэтому, ладно, давайте почитаем. Кто хочет, может, конечно, промотать. Но пускай у нас будет такая вступительно-ознакомительная серия. Ладно, давайте начнем. Значит, все начинается с модификации связной. Только-только освоившись в зоне, наш герой, а он наемник, получает от Карамера своего руководителя задание выяснить планы диггеров, что обосновались на свалке. Уничтожив отряд сталкеров во главе с масоном, именно так, который транспортировал посылку для диггеров, наш герой берет прозвище лидера группы и уже самолично доставляет груз. В лагере диггеров он находит командира Тимура и успешно вливается в его шайку. На свалке же масон встречает грифа, который пока что является бойцом долга, охраняющего заслон в бар. Между ними завязывается тесное сотрудничество, перерастающее в дружбу. Потихоньку главный герой выясняет подробности того, чем занимаются диггеры, и начинает подозревать, что дело заключается вовсе не в них, а в чем-то другом. Масон встречает своего давнего товарища, Греха, который то ли спятил, то ли просто помешан идеей о неком артефакте, настолько невероятном, что даже названия у него толкового нет. А называют его никак иначе, как «Нечто». Это некий исполнитель желаний, карманной версии, по крайней мере, так гласит легенда. Еще в описании артефакта встречаются такие понятия, как «черный сталкер», «душа», «потусторонний мир», «тайна-тайна». В общем, точно неизвестно, что это такое, но чем больше масон стремится хоть что-то разузнать о нем, тем больше людей на его пути встречаются, также пытающихся отыскать нечто. И каждый искал по-своему, да только итог всех этих поисков чаще всего был один и тот же – смерть. Однако, несмотря на столь печальную статистику, Грех наверняка знал, в каком направлении двигаться. Черт знает, откуда знал, но знал. Водоворот событий затягивает масона по самое «не хочу». Испробовав особый напиток, сваренный Грехом, масон погружается в транс. В этом состоянии он пытается отыскать нечто, но каждый такой сеанс заканчивается неудачей. Вместо артефакта попадается совершенно бесполезный хлам, а масон окончательно убеждается, что Грех все-таки спятил, так как этот хлам он чуть ли не боготворит. В это время объявляется крамер, чтобы выслушать доклад по делу, а также кое-что сообщить. После разговора выясняется, что некто сливает информацию о наемниках, работающих под прикрытием. Крайне неприятное известие, ибо масона могут рассекретить, и диггеры либо просто выгонят его, и тогда он провалит задание, либо убьют, что означало бы то же самое. И все же так ли была важна его миссия? Крамер явно что-то недоговаривал. Докопаться до истины масон не успевает, точнее насущные дела не позволяют хорошенько все обдумать. Еще диггеры вдруг активизировались. После серии рутинных заданий Тимур отправляет масона установить некий прибор и проследить за его работой. И во время сканирования сканер вдруг принимает сигнал о помощи со стороны долга. В нем сообщается, что из темной долины двигаются мутанты, которых необходимо уничтожить. Масон откликается на призыв и спешит на помощь Грифу, и тут случается выброс. Масон не совсем обычный, гораздо слабее, чем это бывает на самом деле. Долговцев накрывает. Почти все выжили, но голова шла кругом. А расслабляться нельзя, мутанты на подходе. Все готовятся к обороне. Стычка оказывается короткой. И тут происходит новый выброс. Чудом выжив и в этот раз масон обнаруживает, что почти все долговцы, включая Грифа, пропали. Пытаясь разобраться в том, что произошло, масон отправляется к диггерам и с удивлением обнаруживает, что половина группы отсутствует. Пояснить ситуацию вызывается механик диггеров, с которым главный герой сумел наладить отношения и с помощью него же собирался выполнить свою миссию. Колдун, так звали механика, рассказывает об экспериментах, которые проводили диггеры, что выбросы были не случайны, и в целом данная реакция зоны доказала работоспособность их прибора. Однако, для чего все это было нужно, он не смог пояснить, из-за того, что и сам не знал истинных целей их деятельности. Только Тимур был в курсе. А Тимура-то как раз и не было в лагере, и вряд ли с ним удастся снова пересечься, ибо он покинул свалку для продолжения своей работы. Кажется, задание провалено. И тут вновь объявляется Крамер. Крамер подставляет масона, так как считает, что это именно он предатель. Очнувшись от мощного удара приклада, наш герой обнаруживает себя связанным, а перед собой какого-то наемника. Тот сообщает о скором прибытии босса. Еще одна встреча для масона может оказаться фатальной, однако имея припрятанный нож, ему удается выпутаться из путь и бежать. На пути к свободе он натыкается на Крамер, который следил за таинственными наемниками. Тут он признался, что ошибся, и предложил покончить с настоящим предателем. Перебив охрану, они принялись ждать их босса. Вскоре появляется виновник торжества. Захватить его было нетрудно, сложнее развязать ему язык. Незнакомец был немногословен, сообщил лишь, что был заказ на масона и Крамера, и других наемников, а после покончил с собой. Новость не сильно удивила Крамера. Для него это представилось совершенно обыденным, поэтому он убеждает масона не беспокоиться и продолжить выполнять задания. Однако, как было уже сказано ранее, наш герой оказался в тупиковой ситуации, совершенно не знал, чем ему заняться. Томим и своим положением, он отправился к своему другу, охотнику-зверобою, с которым завел знакомство, как только явился на свалку. Тот сообщает о таинственных огнях, самопроизвольно загорающихся в полночь недалеко от лагеря. Событие не столько удивительно, сколько подозрительно. Масон догадывается, что прибор диггеров, вызвавший серию мнимых выбросов, мог также послужить образованию данного аномального явления. Выяснив, так ли оно на самом деле, масон бы выполнил свое задание. Добравшись ночью до развалин, масон становится свидетелем аномального явления. Огни вспыхнули совершенно на пустом месте, а после среди руин появилась некая полупрозрачная фигура. Наш герой решает выяснить, что это, и приближается к таинственному объекту. Неожиданно его окликает вполне человеческий голос. Это говорил призрак, который при близком рассмотрении стал казаться более материальным. Между ними завязывается разговор. Суть диалога в том, что призрак это тот самый масон, убитый на подступах к свалке крамерам, и он крайне недоволен своей участью, потому требует с главного героя расплаты, отыскав для него таинственный артефакт нечто. Теперь картина становится совсем очевидной. Крамер, как и грех, стремится отыскать нечто, и напал он на караван диггеров в начале истории, надеясь получить зацепку в своих поисках. Призрак дал подсказку, где искать нечто, в могиле черного сталкера. Масон бы долго блуждал по свалке среди тысяч могил, если бы не наткнулся на греха, уже начавшего раскапывать некое захоронение. Нет сомнений, что фанатик отыскал место погребения артефакта. Масон не решается убить старого товарища, но и отпускать его не собирается, пока не заполучит нечто. В это время объявляется один из диггеров. Своё неожиданное появление он объясняет тем, что является хранителем мифического артефакта. И для полноты картины на сцене появляется и Крамер. Дело берёт крутой оборот. Четверо сталкеров пытаются поделить один артефакт. Естественно, о делёжке на разные части речь не идёт. Нечто достаётся только одному. Назревает конфликт. Это неудивительно, ведь чёрный сталкер был проклят, а проклятие его... Сеять смерть. После короткой перестрелки победителем выходит масон. Грех был убит, точно так же, как и диггер. А вот Крамер сбежал. Он не фанатик, он просто хотел подзаработать. Наш герой относит нечто призраку, а тот оставляет его в живых и возвращает с того света грифа. Эти подробности сообщил сам же Долговец и предупредил, что за ними всё равно остался Должок, и потому они должны выдвигаться в путь. Помимо грифа выжил ещё один долгарь, Дикобрас. И вот, втроём, они отправляются в путешествие к центру зоны. Совсем скоро они встречают Шакала и Тихого. Масон налаживает контакт с Крамером и помогает ему в некоторых операциях. Тот же, в свою очередь, даёт контакты на нужных людей. И вот, наконец, группа грифа пробивается к Припяти, где разворачиваются события, изменившие главного героя совсем не в лучшую сторону. Так, ну и дальше идёт сюжет плохой кампании. Сюжет плохой кампании начинается с того, что группа грифа прибывает в Припять на встречу с наёмниками, чтобы получить от них ключ-карту от лаборатории Х8, в которой может находиться информация о главной цели грифа. Что странно, за всё время путешествия Долговец так и не раскрыл того, зачем призрак отправил их в центр зоны. Итак, гриф встречается с лидером наёмников, а наш герой терпеливо наблюдает за ходом переговоров, стоя от них позади в нескольких метрах. Вдруг масон замечает, как кто-то обходит их со спины. Становится ясно, что это подстава. Завязывается бой. Превосходящие силы противника удаётся подавить, поэтому гриф отправляет нашего героя встретить Тихого на окраине города. Там он попадает в засаду. Это был Крамер. Он подослал наёмников, но сделал это не для того, чтобы насолить сталкером. Именно эти наёмники обладали нужной для грифа информацией. Так, Крамер отплатил масону за его участие в некоторых спецоперациях. У него крупный заказ, и без нашего героя ему не справиться. Однако наёмник не говорит, что он ищет, а лишь просит помощи. Нашему герою ничего не остаётся, кроме как согласиться. На этом они расходятся. Масон возвращается в лагерь и узнаёт, что после сделки пропал не только он, но и двое ребят из отряда, поэтому необходимо их разыскать. Оказалось, что товарищи забрели вглубь города и нарвались на мутантов. Совместными усилиями им удаётся отбиться, и они возвращаются на базу. Гриф рассказывает, что у наёмников он нашёл информацию об интересующей лаборатории и что требуется два ключа, чтобы войти в неё. Одну ключ-карту они добыли у лидера наёмников. Требуется ещё одна, которую совершенно не ясно, где искать. Поиски могли бы затянуться надолго, если бы масон не попался Монолиту. Местный лидер отряда сектантов Сербин сообщил, что готов дать нашему герою то, что он ищет, если он, конечно же, поможет Монолиту в решении проблем как стороннее лицо. Или, проще говоря, наёмник. Масон оказался в очень сложном положении, и ему вновь приходится согласиться. Теперь он вынужден работать сразу на три стороны, которые обоюдно ненавидят друг друга, и только наш герой, единственное связующее звено между ними, компромисс для всех, но не для него самого. Это переломный момент. Масон задумывается о своем участии и желает исправить то, во что был втянут. На базе Монолита наш герой встречает Майрона, пленника сектантов. Он проникает со трагедии жизни этого человека и хочет вызволить его. В это время Сербин даёт задание убить неких сталкеров, чьё появление в Припяти не случайно. Масон прикидывает, что с ними он сможет одолеть Сербина. Однако Майрон предупреждает, что Монолитовец гораздо опаснее, чем кажется. Пленник говорит загадками, он и сам до конца не понимает, кем является его надзиратель. Впрочем, уверен, что убить его практически невозможно. Видимо, он просто отчаялся, находясь долгое время в плену, что ему удастся освободиться. Масон находит тех сталкеров и вместе они организуют облаву на Монолит. Операция проходит успешно. Сербин убит, но странное чувство не покидает нашего героя. За помощь в расправе над Сербином Масон помогает сталкерам захватить секретное оружие Монолита. В этом был бизнес их лидера. И все бы ничего, однако вдруг на связь выходит Сербин. Он восстал из мертвых? Нет, вместо прежнего Сербина явился его клон. Майрон как-то упомянул, что Сербин связан непосредственно с корпорацией Осознания. Он их орудие в прямом смысле этого слова. Поэтому, как и любое оружие, в случае поломки его заменяют. Масон оказывается в очень сложном положении, ведь он помнит, что обещал Сербин, если он его предаст. Смерть всех, кого он знает. Ситуация безысходная. Как убить того, кто бессмертен? Как избежать страшной участи для своих друзей? Ответ неожиданно озвучивает Шалы, один из сталкеров. Он предлагает нашему герою покинуть Припять, чтобы... Шалы не совсем сталкер, он скорее бандит, случайно угодивший в группу сталкеров, собиравшихся в Припять. Он думал, что сможет неплохо заработать в этом опасном походе, однако на деле вышло, что группа отправилась не на поиск их ландайк-артефактов, а ради призрачных идей. Шалы был разочарован, ему хотелось бы вернуться, только он не знал как, пока не встретил масона. В нем он увидел тоже разочарование. Действительно, наш герой вовсе не ожидал, что ему предстоит столкнуться с прошлым, которым его начнут шантажировать. Ему также хотелось сбежать, чтобы ничего этого не было. И так как Шалы не осуждал масона, не пытался спекулировать его прошлым, а лишь предложил выход, поэтому он согласился. О том, что станет с грифом, он не думал, в конце концов он ничего не должен призраку, а значит, не обязан помогать и грифу, должнику. Но пока масон сомневается, он еще хочет все исправить. Он использует гаоспушку и убивает очередного сербина, надеясь покончить с ним уже наверняка. Во главе с грифом они штурмуют вход в лабораторию. Наш герой отправляется бродить по подземелью в поисках нужной документации. А в это время новый сербин организует нападение. Гаоспушка оказалась бесполезной против него. Становится ясно, что такой силе противостоять невозможно, можно лишь бежать от нее. Масон вырывается из лап Монолита, находит Шалова и покидает Припять, совершенно спятив от страха. Они захватывают сталкерский лагерь. Наш герой обращается в бандита, но вскоре ссорится с этими же бандитами и вновь бежит. Спустя время он узнает, что сербин расправился с Шалом. Понятно, за кем он шел. Масон забился в самый дальний угол, где долгое время прозябал, запивая водкой свое горе. И вот начинается история. Кордон, деревня новичков, подвал. Ну и следующий текст мы уже читали перед началом прохождения. Станет ли герой другим, теперь зависит только от вас. Все, наконец-то. Вроде как, со всей информацией мы ознакомились и теперь можем приступать к началу прохождения. Значит, нужно нам подготовиться к походу и сперва пойдем сходим к Сидоровичу. Так, тут, похоже, взять ничего нельзя. Все присохло. Понятно. Ладно, отправляемся. Тут, конечно, я думаю, можно будет еще с народом потом пообщаться разным, но сперва давайте сгоняем, поговорим с Сидоровичем. Но потом будем думать, смотреть, что делать дальше. Такс. Заноза. Стой, Сидорович сказал тебя не пускать. Не понял, почему? Потому что ты пьяница и дебошир и должен Сидору две тысячи, но если, конечно, ты пришел отдать долг, тогда милости прошу, а нет, вали нахрен отсюда. Да, и я с ним лично переговорю. Ты не пройдешь, Сидор ясно сказал мне, что если придет масон, этот алкаш, нищеброд, грязный свин и гнилый фурункул, еще раз без денег, его в шею, как гонят вшивую псину. Так и сказал? Что-то мне подсказывает, что ты от себя тену порешь. Давно по морде не получал, а? Но-но, я попросил бы. Мне сказал Сидорович тебя не пускать, я не пускаю. У-заноза в заднице. Сам-то за какие долги тут стоишь? Не твое дело. Деньги принес? Но нет у меня денег, поэтому я к Сидору и шел, чтобы долг отработать. Ха, отработать? Не, второй раз я в это не поверю. Короче, у тебя два варианта. Либо ты платишь, либо ищешь поручителей, которые сказали бы, что сталкер-масон честный сталкер, и он отработает свой долг. Тогда будет разговор. И собутыльников своих привозить не нужно. Ага, вот и первая развилка. Значит, мы можем просто заработать две тысячи, либо найти поручителей. Интересно. Ну, ладно. Так, ну вот теперь можем вернуться в деревню и все-таки пообщаться там с народом, поспрашивать разных сталкеров, посмотреть кто что может рассказать. Чё-то как-то тут вообще пустынно. Подходи, пообщаемся! Ну ладно. Так, волк, привет. Энергетики у тебя тут стоят без дела. Эй, масон, опять дебош устраиваешь? Бросай пить, а? Ну серьезно. Да я, собственно, сам уже об этом подумываю. Поможешь? Ха, наконец-то, масон одумался. Я ведь за этим здесь стою? Жучу, конечно. А как я помогу? Я кодировать не умею. Вообще-то, дело не в этом. Я собираюсь в поход, иду на север. Нужны оружие, снаряжение, карты, троп. Может, поможешь чем? Ха, масон шутить еще не разучился. Это кордон, а не военный склад. Кстати, помнится, когда ты сюда пришел, при тебе были и оружие, и снаряжение, и после в карты ты вроде как их не проиграл. Так где же они? Точно, ведь я сделал тайник, куда все и сложил. Я зайду позже. Ага. Так, осмотреть тайник. Пусть я и алкаш, но снаряжение свое я не пропил, а надежно спрятал. С помощью него я смогу добраться до центра зоны, как когда-то прошел весь путь вместе с грифом. Такс, ну и вот, где-то здесь, в этой чертовой яме, пойдем сейчас попробуем отыскать свою снарягу, свой тайник. Надеюсь, там что-нибудь ценное будет. Правда, тут радиация, а у нас аптечка только, два бинта, ни водки, ни антирадов, но возможно, раз и главный герой алкаш, то в тайнике водка будет. Ну, посмотрим. Ладно. Опа, открыта уникальная точка перемещения. Ага, отлично. Ладно. Такс, как-то тут надо аккуратно пройти, но в то же время побыстрее, потому что радиация уже нас отдаливает. Ну-ка, нам куда-то, похоже, вот сюда. Так, да, вот он тайник. Что у нас тут? Значит, записка, детектор, отклик и две бутылки водки. Отлично. Все, теперь надо быстро выбираться и потом можно все это дело запить водкой. Аккуратно. Выходим. Хорошо. Давайте водку. Так, и посмотрим, что тут за записка. Упейся с горем, а сон. Интересно. Меня обокрали, забрали самое ценное, падлы, и еще издеваются. Найду вора, шею сверну. Да, вот такое вот начало себе. Ладно. Вернемся сейчас к волку, может быть, он что подскажет? Так, я не понял. И волка уже нет. Куда все подевались? Они, похоже, попрятались в дома. А чего это вдруг? От дождя, что ли? Не, серьезно, тут, может быть, сталкеры от дождя прячутся. Ну, пока я других объяснений не вижу. Либо это какой-то баг, но... Скорее всего, от дождя. Ладно. Такого я еще не видел в модификациях, чтобы от дождя кто-то прятался. Так. Слушай, волк, мой тайник обчистили. Оставили только детектор до пару пузырей водки с запиской в придачу. В ней написано, цитирую, «Упейся с горя, масон». Я не берусь утверждать, но у меня есть подозрение, что обокрал меня кто-то из местных. Хм, я не видел, чтобы кто-нибудь в деревне щеголял побрякушками от масона. Но есть тут один тип, себе на уме, так сказать. Миклухой кличут. Он тайники продает, по его словам, только мертвых сталкеров. Говорит, с трупов ПДА снимает, взламывает, и отмеченные в них тайники продает. Брешет или нет, неизвестно. За руку я его не ловил, однако. Спасибо за наводку. Так, некий Миклуха. Ну, давайте посмотрим. Похоже, он где-то, судя по миникарте, вот в этом доме сидит. Так, Миклуха, приветствую. Подходи, брат, у меня как в Греции все есть. Нам, сталкер, много не нужно. Пара зелененьких да девочку красивую рядом. Ну, здорово, Миклуха. Узнаешь этот КПК? Впервые вижу. А если я тебе колено прострелю? Ладно, ладно, допустим, узнаю. Что с того, хозяин этого КПК давно не жилец, все честно. Охренел? Тогда я восстал из мертвых. За то, что ты спер мой КПК, а после еще и обчистил мой тайник, я тебя, пожалуй, убью. Постой, я не крал, честно, мне его принесли, сказали, что бывшему хозяину он больше не нужен, ну и это, чтобы я его разблокировал, значит, я разблокировал и всю инфу слил им. А кто они? И где их можно найти? Я-то откуда знаю? Клянусь, застрелю. Хотя нет, я лучше подпорчу тебе репутацию, тогда волк тебя точно вздернет и никто не захочет с тобой больше иметь дел. Ну, хорошо, как их звать, не знаю, но на днях они принесли еще один КПК, и я сегодня им слил по нему информацию. Там говорилось об одном тайнике, что на элеваторе. Больше я ничего не знаю. Так бы сразу. Угу. Так, значит, нужно топать на элеватор. Спрячусь где-нибудь на элеваторе, дождусь воров и разберусь по ситуации. Вообще, конечно, нам не обязательно отправляться туда именно сейчас. Тут есть, я смотрю, и другие диалоги и у Миклухи, и у Волка там был диалог, но все-таки давайте, пожалуй, попытаемся сперва найти свои вещи, а потом уже будем заниматься всеми остальными делами. Хотя, с другой стороны, это задание тут может растянуться надолго, и как тут правильно поступить точно не знаешь. Ну, ладно. Как проходим, так проходим. Текстолитовую основу нашли. Хм, ладно, может пригодиться. Это не осматривается. Ну, пойдем тогда сразу в сторону элеватора. Собак тут сейчас нет. Обычно тут всегда собаки. Но не в этот раз. Так, по пути можно слопать одну банку орехов. Нас по-прежнему немного атакует радиация. Она не вся вышла. Но, наверное, вторую бутылку водки я пока что пить не буду. Может позже. открыта еще одна уникальная точка перемещения. Отлично. Такс. Ну что, где тут спрятаться? Похоже, за этим ящиком можно, да? Так, так, так. Ага. Тихо, тихо, тихо. Минус один. Где еще? Я понял. Замечательно. Так, ребята. А ну-ка. Борзой. КПК Борзова. Угу. Сейчас посмотрим. Давайте глянем сперва. Проверим еще второй труп. Ну-ка. Пойдет для начала. Опа. Я, похоже, инструменты забрал. Тут лежали, да? Да, нашел инструменты. Для грубой работы. Нормально. Так, а что в КПК? Ага. Вот так это все выглядит. Борзой. На счету 175 рублей. Бандит. Мародер. Опытный. Деятельность. Грабежеубийство. Кажется, сталкеры нихрена не подозревают. Только байки про этот тоннель рассказывают. Мистику разводят. А все равно прут туда. С мельчаками хотят быть. Идиоты. Ладно. Это жило, конечно, золотая, но пора сворачивать лавочку. Прон сказал, что намечается крупная дельца. Так что на этой неделе с кастетом валим последнего сталкера. А когда Миклуха разблокирует его КПК, валим и этого программиста. Вот и все дела. Пора крупной рыбкой заняться. Ага. Так, и у нас там появилось задание отнести КПК Борзого Миклухе. А может к черту этого волка? Выясню, где мои вещи и свалю отсюда. Или... Или у нас метка еще на волке. Ага, так два квеста появилось. Бандиты грабили сталкеров и скоро совершится еще одно преступление. Я мог бы его предотвратить, но нужно ли это мне? Задание 1 сталкер отнести КПК волку и квест в потьмах отнести КПК Борзого Миклухе. Ну и вот очередной выбор. Либо отдавать КПК Миклухе, либо волку. Ага-ха. Ну, я думаю, что по-хорошему лучше отдать КПК в волку. Потому что волк это все-таки глава деревни новичков. И я думаю, что лучше бы все дела переговаривать с ним. нежели там как-то самому что-то решать. Ну, каждый проходит по-своему. Каждый играет как хочет. Возможно, мы этот мод будем проходить не один раз, потому что, как я и говорил в начале игры, разработчик писал, что здесь эту модификацию не повторяясь можно пройти три раза. Поэтому первый раз, я думаю, будем стараться поступать по совести более правильным образом. Хотя тут, конечно, что правильней, что нет, это спорный момент. Но сейчас давайте будем пытаться совершать как можно больше добрых дел и пытаться пройти на хорошую концовку. Если тут, конечно, концовки разные. Но я думаю, что должны быть все разные. Если тут такая вариативность, то концовок тоже должно быть несколько. Ну, посмотрим, к чему это все привезет. Поэтому сейчас, я думаю, лучше поговорить с волком и обо всем ему рассказать, что здесь какое-то намечается у бандитов крупное дело. Да, так мы и поступим. Возможно, это нас немного оттолкнет от нахождения наших вещей. Возможно, если бы мы пошли сразу к Миклухе, то он бы покопался в этом ПДА и выдал нам сразу какую-то информацию. Но, пожалуй, безопасность деревни превыше всего, так что мы сперва пойдем поговорим с волком. И да, смотрите, дождь закончился и все сталкеры вышли из домов, из подвалов. Теперь сидят здесь на улице, во дворе. Ничего себе. Так что, это реально фича такая появилась новая? Обалдеть. Да. Так, ну ладно, давайте, значит, будем разговаривать с волком, но, пожалуй, поговорим мы с ним уже в следующей серии. На этом пока что все. Спасибо всем большое за просмотр. С вами был Хьюк. Всем удачи и пока. Завязывай с зоной нафин.